Эта выставка организована сыном художника Геннадия Николаевича Бушмелева, чьи работы хранятся в самых известных музеях страны. Искусство графики – так было решено назвать данную экспозицию. Это уже последняя, я считаю, выставка, потому что я уже много выставок сделал в Москве, поскольку он там большую часть времени жил и умер. И это, ну, я вот в этом году уже посчитал, что за последние 15 лет я сделал больше 20 персонажей, ну, там 10 своих и 10 его. Все-таки эти работы стали расходиться. По музеям более 50 музеев, они включают Ритяков, Русский музей, Музей изобразительных искусств, Музей Востока, Театральный музей, Киномузей. Ну, в общем, более 50 по стране. Детские и юношеские годы Бушмелева прошли на вятке. Став сиротой, он попал в приют села Бобина, а затем в школьный городок в Митино. Спустя много лет библиотекарь, заведующая школьным музеем Раиса Васильевна Ложкина, заинтересовалась судьбой художника и разыскала его сына. Так в Слободском к 110-летию со дня рождения Геннадия Бушмелева появилась выставка его работ. Еще от отца я слышала, что в этом школьном городке он, отец мой, Ложкин Васильевич учился с будущим художником Бушмелевым. И вот когда я написала работу исследовательскую о Митинском школьном городке, вот я решила продолжить исследовательскую работу и искать материалы о наших знаменитых земляках, выпускниках вот этого Митинского школьного городка, в том числе Бушмелева. Поиски не были легкими. На Вятской земле сведения о художнике Раисе Васильевне найти не удавалось. В нашем музее в Воснецовском ничего не знали. Вот я ездила в Москву, посещала различные выставки, искала, где же это, картины Бушмелева нигде не видела. И однажды я наткнулась на выставку художника, который мне дал адрес и номер телефона Бориса Геннадьевича. Разговор с сыном художника Бушмелева состоялся в 2005 году. И вот спустя годы идея воплотилась в жизнь. Борис Геннадьевич привез в Слободской работы своего отца. В Москве он стал одновременно поступать в Хутемас и одновременно во ВГИК, на актерский факультет. В артист он не пошел, а по этим работам, которые он привез в Фаворск, его взял. Два года отучившись в Фаворску, он перешел на живописный. Учительным был Кончаловский, помните, бубновый валет. А окончил как художник-декоратор, театральный художник, сценограф, оформитель и прочее. То есть вот такая оказалась универсальная подготовка. Как художник-сценограф Геннадий Бушмелев оформил более 30 спектаклей, причем не только в Москве. Но на протяжении всей жизни он продолжал заниматься графикой. Как-то ретроспективно выглядит вся эта выставка, потому что есть ранние работы, вот в 23-й годы. Вот поскольку какое-то было движение от импрессии к экспрессии, и от экспрессии к абстракции, вот видите, вот в этих мелких вещах, вот оттуда если начинать, то заканчивается как бы абстракцией. Вот он этот весь путь проделал, как многие художники в 20-м веке. Я думаю, что те, кто интересуется искусством, вот можно поучиться искусству графики вот именно на этой выставке. А здесь еще представлены картины, посвященные именно нашему городу. Например, «Окраина» 1967 года работы, когда вот Геннадий Николаевич вместе с Борисом Геннадьевичем приезжали к нам в Вятку. Последний раз они приезжали. Сын художника Бушмелева Борис Геннадьевич Бушмелев по профессии кинорежиссер, но он с детства занимался рисованием. Он организовал немало выставок работ своего отца, были и персональные его выставки. Сейчас Борис Геннадьевич планирует совместную выставку под названием «Век минувший», где представит свои работы, работы своего отца и других художников 20-го века.